Я расскажу, как поднять настроение себе с утра. Ну, естественно, я расскажу, как я себе поднимаю настроение с утра, а иной раз встаю, и вставать не хочется, идти никуда не хочется, и делать ничего не хочу. Ну, как же я себе подниму настроение? Я должна себя заставить хотя бы пойти умыться и придумать какой-то такой план. Если есть у меня интересная работа, чем заняться, это классно будет. Но не хочу я тоже ни вязать, ни шить, даже в интернет не хочу заходить. У меня есть еще одно интересное занятие. Если я выйду на улицу, пройдусь, пройдусь по магазинам, у меня немножко поднимается настроение, я отвлекаюсь. Я отвлеклась от каких-то неприятных мыслей и увлеклась другим. Я, наверное, как все остальные женщины, наверное, все любят. Даже я не собираюсь ничего покупать, но я люблю зайти в магазин, порыться там, посмотреть. Потом, как я еще могу себе поднять настроение, конечно, что-то купить. Если есть у меня возможность что-то купить в данный момент. Я обожаю духи. Вот я на запахах, вот я просто как, даже уже неудобно говорить о женщином возрасте, но запахи для меня это как еда, как воздух. Купить хотя бы маленький пробничек. Это мне тоже поднимает настроение. Потом, конечно, звонок подруге, звонок сестре. А если еще хорошая новость, о, это класс, это будет просто классно. В общем, поднимая настроение я сама себе. Первое, я выхожу на улицу и потихонечку иду, иду, иду. И чем-то увлекаюсь, на что-то обращая я внимание. И таким образом я забываю, какой-то проблемы даже не было. Я не забываю. Ну, вот так я себе поднимаю настроение. Конечно, самый класс поднять настроение. Мы заедаем что-то вкусненькое с кошек. Выпить хотя бы кофеечек или чаечек. Да, вкусненькое пирожное. Но это 100% поднимает настроение. Я как-то себя стараюсь ограничивать. Хотя плеточка шоколада, вкусная конфетка. И у меня настроение поднимется. Но в таком возрасте, как я, кто мне еще поднимет настроение, я скажу честно, это мои внуки. Какая бы я ни была уставшая, какая бы я ни была больная, только малейший звоночек, малейшая возможность, я иду к ним. И вот через секунду я забываю обо всем. Я забываю, что у меня даже голова болит. Дети, это действительно настолько радостно, это настолько приятно. Но, естественно, я не люблю говорить «нет». Я никогда своей маме не говорила «нет», родителям не говорила слово «нет». Никогда не люблю. И эту возможность я до сих пор использую. Когда мне мои родные говорят «мама» или «бабушка, я хочу то-то», или «ты приди», или «давай поедем куда-то», я никогда не скажу «нет». Вот никогда не скажу «нет». Потому что я знаю, что у меня так паршиво сейчас, вот так паршиво, но если я выйду, выйду с ними куда-нибудь хотя бы, это прогулочка небольшая, у меня уже настроение будет классное, изумительное настроение. Вот такие маленькие способы, такие маленькие даже вещицы, они мне поднимают настроение. То есть о еде нужно, конечно, забыть, хотя я любительница вкусно поесть. Хорошо, что я хоть не люблю выпить, потому что ноги же там еще выпивают, это вообще не дай Господь, но вот это я не люблю. Так бы, конечно, я… Ну вот, такие маленькие-маленькие советы, вот кому-то встанет, это тоже как-то возьмет себе на вооружение. Еще так, женщины, как вы себе поднимаете настроение, расскажите мне. Мне просто даже интересно, каким образом можно себе поднять настроение другим способом. Вот если чё, какой-то секрет маленький, я не могу себе поднимать настроение другим способом.